История болезни Алены Зариповой из Челябинской области началась после вторых родов в 1995 году. На ногах периодически возникали рожистые воспаления, образовывались трофические язвы. При этом специализированного лечения Алена не получала. Врачи неоднократно говорили, что это не лечится. Девушке оставалось только смириться с недугом. Все это привело к развитию слоновости обеих ног, каждая из которых в обхвате доходила до 120 сантиметров. Кроме этого, она перенесла во время заболевания, скорее всего, нарушение мозгового кровообращения, потому что есть изменения в головном мозге. И это привело к тому, что она замкнулась. К тому моменту, когда она приехала к нам год назад, она вообще не разговаривала. Впервые в центр Алена поступила в сентябре 2020 года. Ее лечение проводилось в три этапа. Первые два включали в себя консервативное лечение. Врачи уменьшили отеки, скорректировали сопутствующую патологию. В сентябре 2021 года Алену госпитализировали на третий этап лечения в Центр лимфологии научно-клинического центра прецизионно-регенеративной медицины КФУ. В стационаре проводилось комбинированное лечение, сочетающее консервативные и хирургические методы лечения. У нее еще заболевание, еще лечение не закончено на самом деле. То есть требуется еще этап лечения. Ну вот вы видите, да, там еще область стопы еще до конца не очищена, не приведено в порядок. То есть у меня есть надежда, что мы продолжим через несколько месяцев и проводим и консервативные лечения, и резекционные операции по тому, чтобы привести порядок ее стопу, чтобы она могла уже одевать обычную обувь. Благодаря слаженной работе врачи добились великолепных результатов. Сейчас у Алены видны пальцы, форма ног приобрела здоровый вид. Она с большим удовольствием и много ходит. Улучшилось качество речи, она стала очень общительной, старается много разговаривать. Хочу сказать слова от своего сердца. Благодарю всех, кто участвовал в моем лечении. Хочу сказать обычные слова неоднокновенному человеку, который дал мне шанс на новую жизнь. Это и Бизу Камильича, и Бизу, и профессионализм, и оптимизм, и доброту, и заботу. Сейчас Алена после долгого лечения возвращается домой. Но это еще не конец ее пути лечения. Впереди долгая реабилитация. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова